Всем привет, друзья! Краткие сводки, как хозяйство перенесло зиму и что вообще сейчас происходит. Апрель, конечно, волшебно начался у нас, порадовав Подмосковье снегопадом и морозами. Ну а сейчас у нас дожди не переставая идут. Под снегом, вот у меня видно веточки, которые я обрезал еще в марте, накорм кроликам как раз. Вот так ветки выглядят, подготовленные уже к кормлению. Это после того, как вот этот снег немножко стаял. Снегопады, конечно, в этот сезон просто были жуткие, жутчайшие. Не припомню таких. Объективный показатель это системы снегозадержания на крышах. Я показывал, как их покорежило. И у соседей все то же самое. Я думал, только у меня там, может, что-то монтаж. Не, у всех так. При том, что много лет все было в порядке. Радует, что оба мои самостроенные вольеры, навесы, выстояли, прошли зиму без повреждений. Значит, я не ошибся. А вот у соседей рухнули теплицы. Несколько штук, потому что снег действительно был прорво. Хотя вроде люди и приезжали, и снег пару раз скидывали. Но, видимо, недостаточно. Далее. Прошлогодний урожай тыквы. Вот у меня в апреле я обычно подбиваю как раз остатки и кормлю животных. Спокойно долежали тыковки у меня на втором этаже. Там прохладненько. Там он не отапливается специально. Но температура за счет общего утепления дома, она плюсовая, но невысокая. Поэтому тыквы хорошо переносят. Честно говоря, в еду я тыквы практически не использую. Делал я как-то из них цукаты, разные пробовал, всякие манники и прочее. Но как-то вот не пошло. Причина очень простая. Тыква сама по себе не дыня. А вкус тут решает, конечно. А вот крольчихи плюс молодняк едят. Самцы, конечно, игнорируют, а вот крольчихи в принципе хорошо. Так что тыквы замещают часть корма. В самом начале марта у меня произошел серьезный сбой. Авария, которая обесточила хозяйство. Ну, как раз из-за снегопадов у нас попадали подточенные жуком-караедом вековые елки. Ну, и, в общем, провода, все как обычно. И, в общем, примерно неделю все это восстанавливалось. И проблема-то в том, что было уже очень холодно. И волна окролов пошла у меня. Ну, по плану. А родильное отделение на автоматическом электрическом подогреве. Плюс вода. Самое-то главное это вода. Насосы и насосная станция. Все электрическое. И, естественно, животные, ну, дня за полтора они вылакали запас из емкостей. Ну, а дальше все. Пополняться-то автоматически не может. Насосы стоят, электричества нет. Я был в это время в отъезде как раз почти всю неделю. Ну, вот все как всегда. Все в одно. Ну, я не мог в ручном режиме никак все это поправить. Не мог их напоить. Ну, к сожалению, такова цена мобильности. Либо ты сидишь в хозяйстве, и тогда, в принципе, ничем другим ты не занимаешься. Либо ты продолжаешь жить полной жизнью. Такие дела. Ну, вот выбирая модель хозяйствования, я для себя выбрал мобильность и относительную автономность. Ну, то есть, чтобы не быть привязанным к хозяйству намертво. Именно поэтому у меня отвалились животные, которые не вписывались в эту модель. Но за все это, естественно, приходится платить. Ну, кто же мог предположить, что зима выдастся настолько снежной, настолько проблемной, достаточно холодной. То есть, оттепелей, как таковых, не было. Такой ровный холод. Ну, к счастью, без аномальных морозов у нас обошлось. Вообще, таких вот запредельных не было. Автоматизация хозяйства и автономность хорошо работают в идеальных условиях. То есть, при наличии электричества, когда все в порядке. Но не в аварийных и не в экстремальных условиях. Тот же бензиновый генератор тут особо бы не помог. Ну да, автоматический запуск, конечно, подарил бы мне лишние сутки электричества. Но потом-то топливо бы все равно закончилось. Да и, откровенно говоря, страшновато оставлять подобную технику, ну, совсем без присмотра. В итоге, часть акролов у меня была загублена. А часть из-за нехватки воды потеряли темп. Все сбилось. Крольчата мелкие. И в итоге, естественно, будут отбракованы. То есть, прямой убыток. Ну, ничего. Кролики тем и хороши, что они быстро наверстывают все потери. Ну, просто на это уйдет пара месяцев времени. Самки, ну, почти все стойко перенесли аварию. Хотя, конечно же, кто-то и убил крольчат. Это все, ну, очевидно. Только одна, в принципе, умерла. Но, судя по клинической картине, это не из-за воды. Это из-за того, что просто не разродилось. К сожалению, бывает. Крупное животное, первые роды, многоплодный акрол. Ну, все сходится всегда. И вот бывают проблемы. Снега в этом году было столько, что, прикиньте, покорежил один из компостеров моих. Вот, который я показывал, как я делаю. У меня их много. Именно для навоза. Вот такой компостер. Он был, в принципе, заполнен. И его аж с навозом, посмотрите, сетку повело. То есть, остальные вроде выдержали, но тут, возможно, то ли сетка уже была старая, ржавая попалась, то ли что. Но сам факт, что изнутри не удержала масса. Вот новый уже рядышком стоит из обрезков всякой сетки. Тоже я собрал. Вот стричь пленка черная. Он уже тоже заполняется. Те, что уже сезон простояли такие компостеры, сейчас у меня вот подтает немного. Я буду вносить уже компост на грядки. Компост уже готов. Ну, пока все тает. Земля, как кисель. Так что рано еще работать именно на земле. А вот в теплицах уже редисочка. Там, где стояли клетки с животными, у меня взошел овес. Так как я подкармливал зимой животных зерном. Ну, а те, естественно, его разбрасывали. Сеятели ушастые. Ну, а вообще я практикую вот как раз перекапывание последующего вот этого вот навоза. Соответственно, там зерно. Во-первых, получаются сидираты. То есть, вырастающий вот этот овес. Ну, а во-вторых, молодой зеленью можно подкормить самок. Это витаминки. Ну, это, конечно, если кошки им что-нибудь оставят. В вольере у меня несколько зажиревших самок. Сейчас проходит курс похудения от фермер-одиночки по авторской методике. Я покажу ее отдельным видео. Тут же у меня сидит баранчик. Проходит реабилитацию. Это засранка с пришитой мной головой. Решила тут у меня в феврале ушки поклеить. Но... Только не в мою смену. Я один раз уже вытащил ее с того света в раннем детстве. И уж точно без боя не отдам. В итоге она уже бодрячком, радостно подбегает при появлении хозяина. А всего полтора месяца назад уже лежала на боку и не поднимала головы. Дальше клетки. Часть клеток у меня уже снята и подготовлена к мытью минимойкой. К тщательной очистке. Ну, я всегда так делаю. Просто там, где трудно удалить как следует засоры после зимы. Ну, такое бывает. Я просто ставлю сразу новую, а точнее чистую клетку из резерва. Благо с моей легкой конструкцией клеток это элементарно все делается. То же самое с трапами. Трапики я засорившиеся снимаю, оставлю чистые. Ну, а мыть ее керхером это уже до лучших времен. То есть, когда и погода позволит, и вода чуть-чуть сойдет. А то и так все хлюпает. Ну, и время у меня просто на это будет. Дальше. Обрезка сада. Обрезка сада идет весеннее у меня. Часть веток яблонь у меня на корм уже подготовлена. Часть на дрова. Ну, то есть, в дровницу они будут положены. Сезон полежат, высохнут полностью, а зимой уже на отопление. Рассада. Рассада на окнах рвется в бой. Но пока я, конечно, повременю ее вывозить в хозяйство. Потому что погода в этом году действительно что-то с чем-то. Ну, а в теплицах редис, лучок, укроп кое-где уже взошел. Ну, этим культурам просто понижение температуры совершенно не страшно. Так что все растет. Но вот в этом году совсем плохо у меня взошел перец. Очень странно. Но, ну, видимо, перебьемся по поводу перца. Причем оба сорта и оба нормальные сроки семян. Ну, вот почему-то плохо очень взошли. Там всего 4 былиночки стоят. Не то, чтобы я большой любитель прям перца. Но в салате сладкий перец это милое дело. Вот такие в целом у меня дела в хозяйстве. Несмотря на сложности, идем вперед. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на Дзен. Ну, к сожалению, вот Инстаграм реально заблокировали. Даже через VPN у меня сложности возникают. Поэтому я там даже не могу отвечать сейчас. Так что, если у кого-то вопросы, друзья, Дзен, комментарии в YouTube, пока YouTube работает, или ВКонтакте. Все ссылки есть в описании. С вами был Фермер-Одиночка. Всем пока.